Начали вы сдавать первый коллоквиум? Отлично! Мы переходим с вами ко второму коллоквиуму, ко второй части нашей контрольной работы. Это тема нуклеофильное замещение. Здесь мы объединим четыре наших глобальных темы. Нуклеофильное замещение это, проще говоря, разговор о галлоидных алкилах. Элиминирование, отщепление спирта и простые эфиры с эпоксидами. Я надеюсь, где-то за пять лекций мы это закончим, и вы спокойно будете сдавать уже вторую часть коллоквиума. Говоря о нуклеофильном замещении, конечно, нельзя не вспомнить нашу самую главную фамилию в органической химии, а именно Александра Михайловича Бутлерова. Где творил Бутлеров? В Казани. Вот эта аудитория в Казани, которая практически не изменилась со времён Бутлерова. Конечно, вы можете найти изменения, которых явно не было во времена Бутлерова, которые появились уже чуть позже. Куда хотите. Тяга, под которой трудился сам Александр Михайлович Бутлеров. Ну, конечно, это не розетка Бутлерова, не ламповая в Бутлерова, это современная. Под этой тягой до сих пор проводятся исследования. Печка. Хотя от нашего практикума не сильно отличается. Обычно в первые холода в практикуме очень холодно. Но Бутлерову повезло, у него была печка. Рабочее место, где он творил свои какие-то реакции. Самое наследие материальное. Если теория строения, условно говоря, это не материальное наследие, а есть и материальное наследие. Те препараты, которые были получены, в том числе и в реакциях нуклеофильного замещения, если мы посмотрим, то фамилии для нас все известны. Это те препараты, которые были получены ими. Ну и, например, препараты анилина, йодистого метилена, которые получил сам Бутлеров. И вы можете в этом ощутить связь времен. Это стоит до сих пор. Будете в Казани, в университете, на каком-нибудь конференции. Это все практически открыто к посещению. Посмотрите. Хорошо. Наши два процесса на ближайшие две недели, две с половиной, три недели. Это замещение. Причем, что такое реакция замещения? Вернее, давайте мы пойдем от противного. Вы уже твердо должны знать, что такое реакция присоединения. Это реакция, сопровождающаяся чем? Уменьшением кратности связи. Давайте так аккуратно скажем. Была двойная, стала одинарная. Была тройная, стала двойная, одинарная. Замещение – это реакция, не сопровождающаяся уменьшением кратности связи. И обратите внимание, говорим мы с вами о замещении при каком атоме углерода, находящемся в какой гибридизации? В СП-3. Все наши разговоры сейчас будут вокруг атома углерода в СП-3 гибридизации. Пытаться применить эти правила для СП-2, ну, несколько наивно. О замещении при СП-2 гибридном мы поговорим в следующем семестре в ароматических углеводородах. Два наших процесса – замещение и элиминирование. Элиминирование, скажите по-русски, что это? От щепления. От щепления частицы, в данном случае H-брум или HX или XX из какой-то молекулы. Вот об этих процессах мы с вами поговорим в ближайшие две лекции. Начнём мы с вами с замещения. Нуклеофильное замещение при насыщенном атоме углерода можно разделить на два механизма. Опять же, ещё раз, всё мы объясняем только чем? Механизмами, только интермедиатом, переходным состоянием. Поэтому два механизма, которые мы должны знать. СН, С – замещение, Н – нуклеофильное. Что же означают цифры 1 и 2? Цифры 1 и 2 означают порядок реакции, молекулярность реакции. Или мономолекулярная и бимолекулярная. Эти термины пришли к нам из химической кинетики. Помните, на первом курсе у вас были элементы химической кинетики. Что такое порядок реакции? Количество молекул, входящих в кинетическое уравнение. Концентрация которых входит в кинетическое уравнение. То есть концентрация которых оказывает влияние на скорость реакции. Помните, что такое кинетическое уравнение? Скорость, сейчас мы с вами её увидим. Константа скорости реакции. Соответственно, 1 – это одно вещество, но субстрат входит в кинетическое уравнение. 2 – как субстрат, так и нуклеофил. Хотя в каждой из реакций принимает участие сколько молекул? Как минимум 2 молекулы, но почему-то в первом случае не входит. Сейчас мы с вами увидим, почему. Что такое мономолекулярное нуклеофильное замещение? Оба этих два процесса, и мономолекулярное, и бимолекулярное, они состоят из двух стадий. В мономолекулярном на первой стадии происходит ионизация, фактически наша ковалентная связь становится ионной, и у нас получается карбокатион. Очевидно, эта стадия обратима. А потом быстро нуклеофил атакует наш карбокатион. В данном случае сульфид-ион атакует наш карбокатион. Как вы думаете, какая из этих стадий будет быстрая в сравнении? Вторая стадия быстрая. И всегда скоростью быстрой стадии мы можем пренебречь. Пусть первая стадия у нас протекает условно за час, а вторая за секунду. Понятно, одной секундой в масштабе 3600 секунд мы можем пренебречь. Поэтому мы и говорим, что скорость этой реакции определяется скоростью накопления катиона, то есть только концентрации субстрата. Во второй реакции у нас происходит синхронно атака нуклеофила и отщепление того, что мы с вами называем уходящей группой. У нас образуется временно пятивалентный атом углерода, такой интермедиат, тригональная бипирамида. Представьте себе, тригональная пирамида, понятно, что такое. Тетраидер. Два тетраидера, которые вы соединили днищами, наоборот. А вершинки смотрят в разные стороны. Это такое переходное состояние, и скорость реакции определяется образованием этого переходного состояния, в котором участвует сколько молекул? Две молекулы. Поэтому это будет процесс бимолекулярный. С кинетикой понятно, да? Какой механизм будет реакция? Какая, вторая? Конечно, зависит от условий. В определенных условиях мы можем заставить образоваться бензильный катион, а мы знаем, что бензильный катион стабилизирован мезомерным эффектом. Еще три резонансные структуры мы напишем. Поэтому здесь самый хитрый пример. Он может такой субстрат быть как и СН1, так и СН2. Все зависит, очевидно, от других факторов. От растворителя, от нуклеофила и от прочих условий проведения реакции. Сейчас мы с вами увидим. Давайте посмотрим несколько живых примеров. Первый пример, возможно, в практикуме кто-то делал, но с соляной кислотой, получение третбутилхлорида. Когда бутанол трясут с соляной кислотой. Делал кто-нибудь? Очень быстро, буквально за секунды, мы видим отделение верхнего слоя хлористого третбутила. Это типичный пример СН какой реакции? 1. СН1. Тритичный субстрат, стабильный карбокатион. Но ни в коем случае не надо эту реакцию упрощать до взаимодействия натрия ОН с H-бромом. ОН-минус взаимодействует с H+. Нет, это не так. Мы сейчас с вами увидим. Ключевой стадией здесь является именно образование карбокатиона. Либо второй пример, посмотрите, трибромид фосфора, тоже хороший реагент для нуклеофильного замещения гидроксильной группы на бром. Но каково отличие этих двух бутильных спиртов? Этот третичный, этот первичный. И вот на этом мы в основном с вами будем играть в разницу механизмов. Третичный, первичный. Очевидно, третичный спирт даёт устойчивый что? Устойчивый карбокатион. Первичный, вторичный не даёт. Вот на этом мы и сыграем. Давайте ещё раз посмотрим на пример СН1 реакции. Что мы увидим? Мы увидим наш энергетический профиль. Наш интермедиат. Помните, чем отличается интермедиат от переходного состояния? Интермедиат это что? То, что можно выделить, потрогать, сделать рентгеноструктурный анализ и подтвердить этим то, что получается. А переходное состояние это какое-то наше умозаключение. Как правило, переходное состояние это один горб на полпути от исходных продуктов. Получается наш карбокатион, только здесь R+, конечно, интермедиат, который атакуется нуклеофилом. Вот мы видим энергию гипса для ионизации, энергию гипса для атаки нуклеофила. Ну и очевидно, где эта разница меньше, там она протекает реакцией и быстрее. Изменение энергии гипса. И если мы посмотрим на самый простой пример, а фактически на единственный пример хорошей СН1-реакции для подобных субстратов, вне зависимости от того, какой у нас Х, хлор, бром или йод, скорость реакции не меняется. Хотя нуклеофильная сила очевидна. Хлор, бром, йод меняется. Кто из них лучший нуклеофил? Йод, он меньше сальватирован, поэтому он проявляет более сильные нуклеофильные свойства. Но это происходит на быстрой стадии, и, грубо говоря, пройдёт это за секунду или за полсекунды в масштабе часа. Это всё равно. Можно вопрос, почему так? Плюс, здесь плюс, плюс, плюс. Убежала палочка. У меня сегодня выходной. За шаурмой стоит. Вот так вот. Понятно. Поэтому скорость будет определяться концентрацией только исходного вещества, субстрата. Поэтому мы называем это мономолекулярный процесс. Давайте ещё раз посмотрим. Опять же, ни в коем случае не рассматривайте это как простую электролитическую диссоциацию. Природа химической связи углерод-кислород какая? Ковалентная. И OH-группа просто так не уйдёт. Почему? OH-группа, OH-, она сама по себе является хорошим нуклеофилом. И отогнать её от нашего атома углерода просто так не получится. Другое дело, что практически все наши синтезы мы будем начинать от спиртов. Почему? Спирты доступны, они дёшевы. И от них будут наши синтезы отталкиваться. Давайте посмотрим, что происходит на первом этапе. На первом этапе неподелённая пара электронов атома кислорода отдаётся кислому протону. И у нас уже образуется какая уходящая группа? Не OH-, а хорошая в первую очередь. Почему? Потому что она нейтральная, она не заряженная, в отличие от OH-. Нуклеофильные свойства воды ниже, чем нуклеофильные свойства OH-группы. И эта стадия, посмотрите, обратимая. Следовательно, она не может быть быстрой. Вторая стадия – быстрая атака нуклеофила, образующегося карбокатиона. Вспоминайте нашу прошлую тему. У карбокатиона, после того, как он перегруппировался, есть два желания. Первое желание – найти себе нуклеофил, чтобы избавиться от этого плюса. А если нуклеофила нет, или он проявляет крайне слабые свойства, то есть если мы возьмём здесь не H-бром, а H2SO4, H3PO4, что произойдёт? А неон, который возьмёт на себя основные свойства, отщепит протон и образует двойную связь. Замечательно. Но здесь у нас бром- минус, достаточно пристойный нуклеофил. То есть вся наша СН1-реакция, будет определяться стабильностью катиона. Давайте вспомним, какие катионы стабильные. Ну, давайте от простого к сложному. Тритичные, а дальше аллильные или бензильные, то есть в которых к стабилизации принимает участие хотя бы один мезомерный эффект. Таким образом, вот наши три разновидности классических субстратов для СН1-реакции. Тритичные, аллильные или бензильные. В каждом из этих случаев, вот на примере спиртов, мы получаем стабильные карбокатионы. Поэтому, если есть стабильный карбокатион, есть возможность для СН1-реакции. Не всегда она может быть реализована. Вы на первом самом слайде видели. И СН1, и СН2 приведён для одних и тех же субстратов. Сейчас мы с вами увидим. Посмотрим на энергию разрыва связи в сравнении с СП-3, аллильного положения и бензильного. Мы видим понижение энергии связи в связанной с чем? Со стабилизацией карбокатиона. Карбокатион – это атом углерода, окружённый каким числом электронных пар? Пятью? Семи. Так, истина где-то посередине. Если не 5, но 7, то 6. Почему 6? Давайте посмотрим. Давайте посчитаем пары электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правильно? Что мы сделали? Мы одну пару увели. Стало три пары электронов. Это атом углерода в какой гибридизации? СП-2. Следовательно, строение карбокатиона плоское. Три орбитали разведены на максимальное удаление друг от друга. И вот она, пустая орбиталь. Соответственно, СП-3 гибридные правила применить для карбокатиона мы не можем. Почему? Отталкивание не будет минимальным. А вот здесь отталкивание будет минимальным. Карбокатион плоский. Так? Образование плоского карбокатиона приводит нас к какой реакции? К СН-1. Стабильный карбокатион какой? Тритичный. А всегда ли тритичный карбокатион плоский? Не всегда. Посмотрите на такую ситуацию. В каркасных структурах наш заместитель, находящийся как раз в положении у тритичного атома углерода, не может отщепиться. Почему? Потому что из-за того, что это как раз каркасный, жестко закрепленный скелет, он не может сделаться каким? Плоским. Нет плоскости, нет карбокатиона. Поэтому такой субстрат, несмотря на то, что это тритичный, будет абсолютно глух. К каким реакциям? К СН-1. Понятно. СН-1 образование карбокатиона, образование карбокатиона, плоскость. Вот эту последовательность вы должны держать в голове. Подобные субстраты невозможно ввести в СН-1 реакцию. Понятно? Да. Вспомним немножко стабилизацию. Помните, что вы должны уметь рисовать резонансные структуры, прям не задумываясь. Наш бензильный катион, и для него ещё три резонансных структуры симметричные. Я думаю, с этим уже проблем не должно быть. Наш аллильный катион, либо его разновидность в циклогексеновом варианте. Вот этот резонанс и отвечает за стабилизацию. И если вы уже сдавали первый колоквимум, есть много заданий, где как раз подобные карбокатионные системы перегруппировываются. У вас есть продукт, обусловленный подобной перегруппировкой. Замечательно. Давайте ещё раз вспомним физическую химию. Если мы посмотрим с вами кинетические зависимости, то от концентрации субстрата мы видим вполне себе пристойную зависимость. От концентрации нуклеофила зависимости никакой нет. Что ещё раз говорит нам о том, что это реакция первого порядка, это кинетические реальные исследования. Замечательно. Опять же ещё раз мы повторим механизм. Стадия медленная, её всегда надо писать какой? Обратимой. Обратимой. Хорошо. Теперь посмотрим, что же оказывает влияние на скорость ещё. Сначала мы поговорим о строении субстрата. Сейчас мы уже будем смотреть не на M-эффект, только на E-эффект. И возьмём наш первичный этилбромид за относительную скорость замещения единицу. При переходе ко вторичному мы видим возрастание скорости на порядок, при переходе к третичному мы видим возрастание скорости на 6 порядков, увеличение скорости. С чем это связано? Уже можете сказать. Со стабильностью карбокатиона. Метильный, первичный никогда, ни при каких условиях не будет реагировать в СН-1. Вторичный можно заставить, но опять же, что нужно понять? СН-1 и СН-2 это два предельных случая. Реальная жизнь будет где-то между ними протекать. Хорошо. С точки зрения стереохимии, давайте вернёмся мы ещё к этой картинке, карбокатион каков? Это СП-2. Это плоский атом углерода. Следовательно, атака нуклеофила на второй стадии равна вероятно с двух сторон. И в идеальной ситуации что мы должны? Мы должны увидеть рационизацию. Половина молекул обращения конфигурации, половина сохранения. Но при каком условии? Это очень такая хорошая ловушка. При условии, что нуклеофуг уходящая группа и нуклеофил приходящая группа по старшинству были одинаковы. Потому что какая может быть ситуация? У вас был бром, а нуклеофилом является дейтерий. Понятно, старшинство порушится. Потому что РС это только номенклатура. Как мы с вами видели еще на самом первом, втором занятии. РС это только номенклатура. Хорошо. То есть в идеале, конечно, у нас должна образоваться рацимическая смесь, плохо говорить, рацимат. Посмотрим, что происходит на практике. Как вы думаете? Значит, очевидно, что все не так просто. Какого-то должно быть больше? Больше не подавляющее, не 50 на 50, а будет 60 на 40 ситуация. Какого должно быть больше? Как вы думаете? Нет, нет, нет. Ну вот смотрите, вот уходящая группа, вот нуклеофил. Без сохранения должно быть больше. Давайте посмотрим. Возьмем вот такой хлорид, вода как нуклеофил, третичный атом углерода, то есть все для СН1. 60% мы видим обращения, 40% сохранения. Вот это реальная ситуация. С чем это связано? Это связано с тем, когда у нас образуется ионная пара, то есть уходящая группа только заявила о своих намерениях уйти, а нуклеофил тут как тут. Со стороны уходящей группы он подойти не может, он может подойти с противоположной стороны, и образуется вот эта ионная пара, которая очевидно приведет к чему? К обращению конфигурации. Дальше, как у нас получился свободный карбокатион, но часть у нас уже схвачена нуклеофилом, а свободный, конечно, даст 50 на 50. Но из-за образования ионной пары наш условно назовем его рацемат будет обогащен продуктом обращения в реальной ситуации. Но, как правило, мы говорим, что рацемизация, то есть попытка провести что-то стереохимическое чистое, стереохимически чистое в данных условиях всегда обречена на провал. Если у вас в задании нужно получить там R или S, что-то, 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 всегда избегайте карбокатионов. Как мы, помните, уже говорили об этом. Карбокатионы хороши. Для чего? Для объяснения. Но в реальной жизни мы от них сторонимся. Это перегруппировки, это потери стереохимии. Поэтому, как правило, мы стремимся, чтобы их не получалось. Хорошо, с уходящей группой мы уже с вами разобрались. Такую картинку мы видели. С нуклеофилом, прошу прощения. А нуклеофил не влияет, поскольку эта стадия быстрая. Что у нас есть? Мы рассмотрели субстрат, рассмотрели стереохимию, но реакции мы же не проводим без чего, как правило? Без растворителя. Да, конечно, зелёная химия есть, но у нас пока чёрная химия с растворителем. Влияние растворителя. Какие растворители должны быть для ионной реакции? Полярные, иначе всё не растворится. В полярных растворителях тоже есть деление. Полярные протонные растворители, которые содержат достаточно кислый протон, спиртовой, водяной, кислотный. И есть неполярные, которые не содержат вот этих достаточно кислых протонов. Посмотрим на экспериментальный факт. Трет-бутилхлорид плюс спирт. Вполне себе СН1 процесс. Этанол, относительная скорость единичка. 40% вода, 60% этанол на 2 порядка выросла скорость. Ещё продолжаем разбавлять. Ещё на 2 порядка выросла скорость. А в чистой воде ещё на порядок. Чем отличается спирт от воды? Это мы все знаем. Но кислотностью, полярностью в том числе. Что нам нужно? Нам нужно получить карбокатион. Всё за карбокатион. Что делает? Сальватирует наш растворитель карбокатион. А любая сальватация, она приводит к чему? К стабилизации нашего карбокатиона. Она стабилизирует этот карбокатион. Почему она, наоборот, из-за преднятной шубы такая гидратная вещь? Ну, надо. Но пробивание шубы – медленный процесс. А стабилизация карбокатиона – более важный процесс, более длительный процесс. Гидротированный. Ну, потому что не всё определяется сальватацией. Давайте вспомним электронные эффекты. Электронные эффекты же за такой катион. А если мы не можем его сальватировать, значит, мы не можем его и отчасти стабилизировать. Значит, концентрация его будет ниже. Если мы берём неполярный, то... А что мешает воде? Вообще самую высокую пультуру? Ничего не мешает. Ничего не мешает. Чем спирт? Нет, спирт более сильный нуклеофил, чем вода. У него же есть донорные свойства алкильной группы, повышающие электронную плотность на кислороде. А так можно и концентрациями поиграть. Спирта может быть мало, а воды много. Тут всякие вещи могут быть. Поэтому полярные, протонные. Протон ещё зачем нужен? Для стабилизации карп-катиона, связать уходящую группу. И грубо говоря, мы можем такие построить наши прекрасные энергетические кривые в полярном и неполярном. Здесь всё, я надеюсь, достаточно... Не требует никаких пояснений, всё логично. Давайте подытожим. СН1 в первую очередь это что? Это стабильные карп-катионы. Иногда ошибочно говорят, кислая среда всегда нас в СН1 направляет. Нет. Мы будем знать примеры СН2 реакции в кислой среде. СН1 это в первую очередь стабильные карп-катионы. Также СН1 это что? Это гибель стереохимии. Если она у нас была... Ну и, конечно же, возможные карп-катионные перегруппировки. То есть для нас СН1 это скорее плохо, чем хорошо. И опять же, есть единственный более-менее здравый пример СН1, когда вы берёте вот такой третичный спирт. Не обязательно третбутанол. Это может быть диметилфенилкарбинол ещё лучше. Но вот фактически единственный пример, когда мы можем использовать СН1, когда мы не боимся ни карпокатионных перегруппировок, ни каких-то подобных факторов. Не нужна нам стереохимия, потому что заместители одинаковые. Вот фактически узок очень круг тех ситуаций, когда нам нужна именно СН1 реакция. По средней гидроксильной группе можно. Вы берёте глицерин, ток бромоводорода, и только средняя гидроксильная группа при втором атоме замещается на бром. Можно. Очень красивая реакция в экспериментальном оформлении. Можно. Теперь давайте поговорим про СН2. СН2 для нас это более мощный синтетический инструмент. Сейчас мы посмотрим, чем же она мощнее. Главное отличие, посмотрите, нет переходного состояния, нет вот этого минимума энергии на пути от исходных к продуктам. Есть только у нас одногорбый верблюд. Это и есть переходное состояние. Что такое переходное состояние? Это временно пентакоординированный атом углерода. Грубо говоря, пятивалентный. Сейчас мы посмотрим на него. И поэтому только лишь один горб. Пример. Что первое доказательство для того, что действительно пентакоординированный атом углерода. Посмотрите, у нас есть вторичный едит, и мы приводим к нему нуклеофильный йод, но изотопно-меченный. Изначально едит у нас был вращающий направо. Не номенклатура направо, а вращающий физическое явление, он вращал направо. Мы обработали его, например, едидом натрия в ацетоне. У нас получился едит, но едит уже радиоактивно-активный, едит-меченный. И он вращает плоскость поляризации налево. Это физическое явление. Что произошло? Произошла перестановка. Произошла у нас перестановка. Это является доказательством того, что нуклеофил приходит с какой стороны относительно нуклеофуга или уходящей группы? С противоположной стороны. А теперь давайте посмотрим, что же такое переходное состояние. Нуклеофил атакует с тыла. Нуклеофил заходит с тыла. Берегись нуклеофила. Образуется тригональная бипирамидка, две треугольные пирамидки, соединенные своими основаниями. Очевидно, это не очень стабильная конструкция. И синхронно происходит атака нуклеофила и отщепление уходящей группы. Таким образом, мы видим первое отличие СН2-реакции от СН1, которая заключается в чем? В стереоселективности. В СН1 образование карбокатиона, потеря стереохимии. 60 на 40 нас не устроит, очевидно. По-воте старого. Было бы там 80 на 20, еще что-то можно было обсуждать. Здесь же мы видим что? Единственный продукт с точки зрения стереохимии с обращением конфигурации. Мы сейчас не говорим про знаки. Я вам показал пример, что может быть здесь R, здесь три водорода, но если есть симметрический центр, здесь может быть R и здесь может быть R, если старшинство нарушается. Например, уходит брома, приходит дейтерий. Хорошо, давайте посмотрим еще раз на наше переходное состояние. Вот субстрат, вот нуклеофил. Красное это избыток электронной плотности, синее это дефицит электронной плотности. Избыток идет к дефициту, получается вот такой плоский в этом сечении, это тригонально-бипирамидальный наш интермедиат, и потом отщепляется уходящая группа. Да. Здесь? Ну вообще формально SP2 подобный. Все-таки здесь у него есть электрончики. Но мы не можем зафиксировать эту частицу, это наше умозаключение. Главное отличие интермедиата от переходного состояния. Он плоский, как карбокатион, только у карбокатиона здесь были пустые орбитальки, а здесь и нуклеофил, и нуклеофуг. А вот эта картина вас не смущает? А почему бы ему не пойти назад, вопрос? Значит, здесь мы с вами попозже посмотрим на некий баланс. Соответственно, нуклеофил должен быть, как это странно не звучит, это не плеоназм. Нуклеофил должен быть более нуклеофильным, чем нуклеофуг. Тогда эта реакция пойдет сюда. Если будет наоборот, она, очевидно, пойдет в обратную сторону. Нуклеофил должен быть более нуклеофильным, чем падеже. Ну или так. Хорошо. Посмотрим с вами на кинетику процесса. Мы заявили, что это SN2, и действительно мы увидим наклон как в случае изменения концентрации субстрата, так и в случае изменения концентрации нуклеофила. Что еще раз подтверждает нам предположение о бимолекулярности. Напомню, что первое предположение мы отсюда вывели, а потом подтвердили это кинетическими экспериментами. Я думаю, что-то подобное вы должны были делать на неорганике в самом начале. Там какое-нибудь выпадение серы при смешивании этилосульфата с кислотой. Разные концентрации одного, другого и подобные вещи. Субстрат это та молекула, в которой содержится атом углерода, при котором происходит нуклеофильное замещение. И тот, и тот, и тот оказывает влияние. Вот что мы должны увидеть. Хорошо. Теперь давайте подумаем еще раз. Если мы должны образовать вот такую тригональную випирамидку, наш нуклеофил должен пройти к атому углерода. А нуклеофилы бывают разные. Например, йод минус, сера минус, это достаточно крупные особи. Следовательно, этот атом углерода должен быть каким? Пространственно доступным. И давайте посмотрим на субстраты. Первичный, первичный, метильный вообще отдельно. Вся наша одноуглеродная органическая химия это отдельный разговор. Метильный, первичный, вторичный, третичный. Еще раз. Если мы берем СН1, то не метильный, не первичный карбокатиона никакого дать не могут. Вторичный со скрипом дает, третичный замечательно. А вот если мы будем говорить про СН2, очевидно, этот ряд должен быть абсолютно противоположный. Метильный, изумительно. Первичный, замечательно. Особенно в комбинации с некоторыми заместителями. Сегодня мы на них посмотрим. Вторичный, терпимо от 40 до 60% выхода в зависимости от. Но как только вы приведете третичный субстрат, сразу вспомните вашу будущую ошибку на контрольной работе. Как получать третбутил, ацетилен. Третбутилбромид и ацетиленит-ион. Это пример попытки проведения СН2-реакции на третичном субстрате. Во что она вырождается в этом случае? Нуклеофил поворачивается к вам какой стороной? Основанием и ест протон. То есть ваша реакция не то, что не реагирует, а ваша реакция превращается в элиминирование, в отщепление. Соответственно, СН1 для третичных субстратов, СН2 для первичных. Для вторичных не так и сяк можно. Сейчас мы с вами посмотрим. Опять же, посмотрите на доступность электрофильного центра в случае метильного субстрата, в случае первичного, в случае вторичного. Ну, что-то там виднеется, а в случае третичного даже и не виднеется ничего. Поэтому нуклеофил, подходя к третичному субстрату, становится основанием и бьёт по протону. Хорошо. Посмотрим на ту же самую зависимость. Метил первичный, вторичный. Первичный, но с хвостом таким распушённым. И третичный. Вот возьмём первичный за единичку, вторичный на два порядка быстрее, здесь ещё на два порядка, здесь ещё на два порядка. Почему пространственная доступность? О третичном мы вообще не говорим ничего. Мы говорим, что там невозможна СН2-реакция, она вырождается в так называемое Е2-элиминирование. Почему первичный и вторичный поменялись местами, тоже понятно. Это не простой первичный, это первичный, содержащий, как павлин, вот такой хвост, не дающий возможности подойти к нему нуклеофилу. Поэтому они поменялись. Хорошо. Давайте посмотрим теперь примеры, когда СН2-реакция ускоряется даже при первичном субстрате. Наши винильные, алильные, прошу прощения, бензильные галогениды, буквально некоторое время назад, полчаса назад мы говорили, что они очень хорошо вступают в какие реакции? СН1. Почему? Стабильный карбокатион. Но с точки зрения строения субстрата они хорошо вступают и в СН2-реакции. Во-первых, потому что они какие первичные. Во-вторых, вот это переходное состояние стабилизировано пиэлектронами кратной связи. Стабилизировано какое переходное состояние? Тригональная бипирамида. А тригональная бипирамида, вернее, её образование, это и есть направление к успеху. Понятно? Поэтому виалильные и бензильные субстраты очень хорошо вступают в реакции СН2. Лучше, чем, грубо говоря, этилбромид. И лучше даже, чем метилбромид. Потому что здесь уже играют электронная стабилизация нашей прекрасной тригональной бипирамидки. Посмотрим в цифрах на это безобразие. Хлористый метил 200. Вторичный хлорид на 4 порядка ниже. Логично? Логично? Логично. Алильный хлорид 79. То есть он приближается туда. Да, бензильный хлорид точно такой же, как метильный. Хотя пространственные какие-то препятствия, бензольное кольцо с пиэлектронной системой, очевидно, может оказывать. Ещё лучше, посмотрите, метоксия. Ещё более активный донор какой? Да, электронов получается у нас ещё более активное сопряжение. 920. И 100 тысяч. Альфа-хлороцетафенон. Что это? С пиэлектронами карбонильной группы. Сопряжённая система. Посмотрите, как резко вырастет скорость реакции. Где вы можете встретить в жизни альфа-хлороцетафенон? У него есть такое романтичное название, черёмуха. Ну, когда вам что-то не понравится, вы можете объединиться группой из 4-х, из 5-ти человек и пойти сказать, нам что-то не нравится. Но те, кому вы придёте, им это не понравится больше, они к вам направят специально обученных людей вот с такими прекрасными баллончиками. Ну, вот так я скажу, да, нейтральным. Нет, это не перцовый газ. Это главный компонент самого известного слезоточивого газа. С чем связано его действие слезоточивое? Ещё раз посмотрим на эту цифру. С очень лёгким замещением хлора. И как только такой субстрат попадёт к вам в слизистые оболочки, он сразу же и достаточно быстро будет подвергаться гидролизу. Что будет выделяться? Аш-хлор. И естественная реакция организма на выделяющийся аш-хлор будет его смыть, удалить. Глаза это белковые, в том числе материи, им чужда, соляная кислота. Что вызовет неконтролируемое и обильное слезотечение. Химия и жизнь. С чем это связано? То же самое со стабилизацией нашего прекрасного переходного состояния тригональной бипирамиды при помощи системы, пи-электронной системы, находящейся по соседству. И вы должны выучить такое правило в лаборатории, что после галогенирования, после бромирования, например, посуду лучше не мыть с чем? Ацетоном. Потому что если у вас будут содержать следы кислоты ацетон, бром, прореагируя с ацетоном, даст вам бромоцетон, который достаточно летучий, попадая в ваши слизистые оболочки, вызовет слезотечение. Хотя, опять же, у меня был пример, давно-давно ещё, вот Валерий Михайлович, когда мы с вами вели, как раз у меня был мальчик, Серёжа, он говорит, а давайте мы что-нибудь такое сделаем. Я говорю, давайте. И он сделал бромоцеттофенон. Ну, он рыдал. Он рыдал, что можно сказать. В практикуме есть такая методика, поэтому будьте себя плохо вести, будете делать бромоцеттофенон. А в луке же не в луке? В луке нет. Нет, то, что вызывает слезоточивость, ну, например, один из самых могучих слезоточивых веществ, с которым я сталкивался, это был нитроэтилен. Ну, ничего похожего. Нитро-безумно слезоточивая вещь. Когда я проводил реакцию его получения, ну, вроде в приборе под тягой всё хорошо, но настаёт судный день, это мытьё прибора. И вот тогда я прям несколько раз выходил в коридор, поплакать, погрустить, и потом возвращался снова к прибору. Поэтому тут разные есть механизмы. Хорошо, понятно. Для советских учёных разработчиков как-то называют название такого проекта? Чрёмуха? Ну, это отечественная разработка. Если вы любите рассматривать милиционеров, вы можете увидеть, у них такой белый баллончик с красной крышечкой в чехольчике. Но лучше не рассматривать милиционеров. Хорошо, теперь, раз мы с вами в таком ключе начали разговаривать, то давайте посмотрим с вами на такое прекрасное соединение, как иприт. Иприт вам всем должен быть известен из истории как боевое отравляющее вещество, впервые применённое когда? В Первую мировую войну в июле 1917 года немецкими войсками против союзных англо-французских войск в Бельгии, очевидно, на реке и вблизи города Ипп. Город как по-другому называется, но корень такой же, Иппор там. Его назвали иприт. Что такое иприт? И давайте посмотрим сначала, что такое способы получения. Хлорид серы содержит две связи С-хлор. Две связи какие? Ковалентные. Две связи, способные вызвать электрофильное присоединение. Поэтому если мы берём два эквивалента алкена и один эквивалент хлорид серы, мы получаем такой бис-хлоросульфид. Вторая методика, это соответствующего спирта, замена OH-группы H-хлором или P-хлор-3. Получается наш прекрасный иприт. Что было? А мы сейчас посмотрим, с чем связано токсическое действие иприта. Что в иприт? Иприт применяется как боевое вещество кожно-нарывного действия, но также и очень плохого. Давайте посмотрим, в чём его действие. Сера, которая несёт на себе что? Неподелённую электронную пару вызывает внутримолекулярное нуклеофильное замещение. И получается частица, которая напомнит нам что? Ониевый, ион или оксиран. И очевидно, атом углерода здесь находится в какой гибридизации? СП-3. Но угол у него здесь будет далёким от идеального угла до СП-3. Поэтому замещение серы, ну или раскрытие вот этого цикла, тиоэпоксидного, будет протекать существенно быстрее. То есть вот такой вот бис-хлор-сульфид вступает в реакции нуклеофильного замещения на 6 порядков быстрее, чем хлористый этил. И вот эта помощь серы и называется анхимерным содействием. То есть сера предварительно выталкивает уходящую группу, образуя более реакционно-способный интермедиат. А теперь давайте вспомним, мы периодически с вами вспоминаем из речения великих людей, был такой Фридрих Энгерс. Что он сказал про нашу с вами жизнь? Белковых тел, белки, нуклеиновые кислоты. Это, проще говоря, амины. В них содержатся азотистые фрагменты. Азот хороший нуклеофил. Соответственно, наши азотсодержащие фрагменты, связанные с ДНК, начинают этот цикл раскрывать. А это во всём есть. Во всём. И кожа, и внутренние органы. Поэтому иприт очень неприятная штука. Кто ходит на военную кафедру? Маркировка иприта в армии вероятного противника, или как сейчас это называется, недружественной страны. Две зелёные полоски. Я ходил в прошлом веке на военную кафедру, но это немногое, что я оттуда вынес. Ну, кроме, конечно, каких-то изречений, оборотов новых. Хорошо. Где же мы с вами это увидим в химии? Первое, где мы это увидим, конечно, в резком росте скорости реакции нуклеофильного замещения хлора в подобных системах. Понятно. Опять же, образуется подобный наш неклассический катион, подобно ониевому иону, который быстро раскрывается нуклеофилом. Что ещё, какие ещё атомы, находящиеся в бета-положении, могут вызывать анхимерное содействие? Очевидно, те, которые несут на себе неподелённую пару электронов. Например, кислород, так и называется, кислородный иприт, и азот, азотистый иприт. И, наверное, большее изучение как раз открыл для себя азотистый иприт. Различные варианты. То же самое, в бета-положении содержится хлор, либо две группы, либо три группы, а вот такое N-метильное производное, это всё маркировка в армиях недружественных стран. В советской армии нет иприта. Всё уничтожено. Но посмотрите на вот это название, эмбихин. Какое-то уже более благородное название. На что похоже? Лекарство какое-то может так называться. Как известно, вот эта самая картинка, это подавление функций ваших нуклеиновых кислот лежит в основе лечения каких заболеваний? Онкологических, конечно. И чуть позже вот эти все алкилирующие соединения были испытаны для лечения онкологических заболеваний. Понятно, что наши прекрасные иприты не различают, где полезная ДНК, а где ДНК, та, с которой надо бороться. Поэтому это всё неизбирательно, хотя и в настоящее время используется вот такой циклофосфамид, препарат с коммерческим названием эндоксан, используется и до сих пор. Если вы посмотрите на него, вы можете увидеть фрагмент азотистого иприта. Не он сам, это такое как бы про лекарство, он потом метаболизируется в организме, вот эта связь, очевидно, не выживет в наших физиологических средах, но вот этот фрагмент остаётся неизменным. Всегда есть целесообразность. Можно и да, но чем дальше, тем лучше, тем дольше хочется пожить и живёшь. Хорошо. Поэтому видите, иприт дал. Хотя, если так посмотреть историю, применение боевой иприта, оно не столь распространено было. Иприт применялся всего, грубо говоря, в жизни крупно три раза. Первый раз мы с вами вспомнили вблизи Бельгии, соответственно. Второй раз, точнее, ну да, второй раз, это 30-е годы, когда итальянцы воевали где-то в Африке с неграми, там, и с прочими жителями Африки. А самое крупное применение, наверное, которое принесло максимальный урон, когда произошло? Учите историю. Это был 43-й или 44-й год. В Италии есть такой город, Бари называется, на юге находится, вот где этот каблук, сверху каблука. Там находится один из крупнейших портов в Италии. И, соответственно, уже под исход войны в этот порт пришёл американский корабль, содержащий снаряды с ипритом. Соответственно, кто был оппонентами, понятно, Итало, Немецка, вот эта вся коалиция прознали, из-под Милана, где Милан? Милан на севере, подняли самолёты, и этот корабль в порту превратили в пыль. Ну и, понятно, потери от бомбардировок, само собой разумеющиеся, но бомбы с ипритом долго себя, понятно, в целости не хранили, а тоже разорвались, и от этого иприта погибло существенно больше человек, причём как военного, так и мирного населения, нежели чем непосредственно от ран полученных, осколочных и прочих. Вот так. Зачем было бомбить? Зачем было бомбить? А там очень... Нет, там был очень большой американский конвой, там американских солдат много пострадало, но правда пострадало много и жителей города, не знали, не понимали просто, что с этим делать. А язвы от этого... Я хотел картинку вставить, но думаю, зачем о плохом говорить. Хорошо. Точно так же анхимерное содействие может оказать и какая известная нам богатая пиэлектронная система. Бензольное кольцо. Посмотрите, не бензильное положение, а бета-положение, соседнее. Пиэлектронная система образует вот этот трёхчленный цикл, плюс здесь вообще везде недолокализован между всеми фрагментами, очень стабильный. И потом нуклеофильное раскрытие этого эпоксидного цикла, не сопряжённого, а как спира, с бензольным фрагментом. А сделан здесь потому, что это сделан хорошим входящим. Конечно. Поэтому анхимерное содействие это наличие П-электронов или П-электронов в бета-положении, которое даёт реакционно-способный интермедиат. И П-электронная система бензола помогает уходу от азила. Получается две связи. Видите, изотопная метка, где была? Она была от азильной группы. Соответственно, после атаки трифтороксинная кислота, как источник нуклеофила. Дальше что мы видим? Стабилизировали мы это безобразие и изотопная метка распределилась как ближе к атому углерода, к бензольному кольцу, так и дальше от него. Что является доказательством в пользу такого. Если без кислоты, то это обычная СН2 реакция. Мы даже здесь не увидим анхимерного содействия. Что еще раз между этими изотопной метками? Где была изотопная метка? Была в бета-положении относительно бензольного кольца. Здесь мы видим фактически сохранение изотопной метки, а здесь она перешла грубо говоря ближе к бензольному кольцу, потому что атака нуклеофила у нас была либо по этому атому, что приведет к такому продукту, либо по атому с меткой, что приведет к такому продукту. То есть в этом случае и на альфе для рудня? Да. Нет, она и там, и там. Поскольку этот цикл для атаки нуклеофила обе части его одинаковы. Это или это. А так, если не подкислять, то все идет и в обычную сторону. На бета и на альфа, хотя изначально она была на бета, что как раз подтверждает наше предположение об анхимерном содействии. Где еще можно встретить анхимерное содействие? В гетероциклических соединениях. Чем отличаются циклы? Они конформационно жесткие, конформационно стабильные. И если мы возьмем вот такой, например, Пи-перидин производная, то здесь мы тоже можем увидеть анхимерное содействие через точно такой же трехчленный цикл, но уже в данном случае с азотом, а зерединиевый ион, который очень быстро подвергается нуклеофильной атаке. Это анхимерное содействие соседней группы, находящейся в бета-положении. Теперь давайте мы перейдем немножко к другому вопросу нашего нуклеофильного замещения, к уходящей группе. Помните, картинка у нас была? И здесь красненькая, и здесь красненькая, и здесь нуклеофил с избытком электронов, и нуклеофук с избытком электронов. Кто же кого победит? Здесь мы должны с вами поговорить о так называемых плохих уходящих группах. Очевидно, плохие уходящие группы по совместительству должны быть сильными нуклеофилами, но это не закономерно. У нас есть пример аниона, который является и хорошей уходящей группой, и хорошим нуклеофилом. О, аж плохая ухо. Йод, йод- это хороший нуклеофил, поскольку его трудно сальватировать, и хорошая уходящая группа, поскольку минус делокализован по большой поверхности. Вспоминаем наш ряд кислот, ашфтор, ашхлор, ашброма, аш йод. Какая кислота самая сильная? Почему? Йод, а главное, что анион йода самый стабильный, тот же самый минус долокализован по большей поверхности. Анион фтора самый маленький, самый активный, правильно? Посмотрите, если мы с вами заменим R на H, мы какие кислоты увидим? Ашфтор, вода, спирт, аммиак, это слабые кислоты. Поэтому первая идея, которая у нас должна быть в голове, те анионы, сопряженные кислоты, которым слабые, являются какими уходящими группами? Плохими, потому что это сильные нуклеофилы сами по себе. это не значит, что их нельзя заменить. Можно, но надо только научиться их готовить. И можно всё заменить. Хорошо. Вот наши любимые цифры. Цифры, показывающие на рост кислотных свойств. Hj сильнейшая кислота, реакция быстрая идёт. H-хлор хорошо идёт. Связь C-фтор нуклеофильна вы практически никогда не заместите, но вспоминайте наш тефлон, химический инертный материал, который весь покрыт связями, весь практически состоит из связей C-фтор. Хорошо. Посмотрим теперь на цифры. Фтор, как мы уже признали, пусть будет единичкой. Хлор два порядка, бром ещё два порядка, йод ещё более активный. Но есть ещё какая-то волшебная штулька, только здесь кислорода не надо, он ТС сокращается без кислорода, тазилат ещё какая-то волшебная вещь. И совсем грустные OH- NH2 либо алкоголят. Так повелось, как мы уже сегодня говорили, что большинство наших синтезов мы будем начинать от спиртов, ввиду их большей доступности. Но OH стоит в углу, как уходящая группа, это никчёмная вещь. Почему? сопряжённая кислота очень слабая. Какое колдовство мы должны сделать? Сделать так, чтобы сопряжённая кислота была сильная. Самый простой вариант какой? Надо добавить электрофил. Самый простой электрофил это H+. Тогда уходящей группой сделается вода, сопряжённая кислота, которая ион гидроксония, уже вполне приличная кислота. Понятно? То есть идея, какая в активации гидроксильных групп добавление кислот Льюиса, в общем, очень грубо, добавление кислот Льюиса. Бор, они помогут, но на практике сейчас мы посмотрим, что применяется. Первый пример, смотрите, это, давайте с нижнего начнём, бромид фосфора, 3-бромид фосфора, очевидно кислота Льюиса, значит спирт выступает в роли основания Льюиса. Неподелённая пара электронов кислорода передаётся брому, бром, принимая эту пару, откажется от какой связи, о, бром, фосфору, фосфор, принимая эту пару, откажется от одной связи с бромом, вот он, бром-минус. И теперь бром-минус с удовольствием изгонит, что? Тут, правда, ещё справедливости ради водород и плюсик на кислороде должен быть, бром изгонит нейтральную молекулу, такой бром-ангидрид фосфористой кислоты, HO-P-бром-2. Это существенно лучшая уходящая группа, нежели чем OH. Во-первых, потому что она нейтральная, а во-вторых, потому что кислота фосфористая, она хоть и слабая, но на 10 порядков уж точно сильнее, чем вода. Понятно? Ну а дальше мы получаем наш бромид. Какой механизм? СН2. Первичный или вторичный спирт и соответствующий бромид. Ещё у нас есть один прекрасный реагент, мы о нём поговорим чуть позже. Это хлористый тианил, дихлорангидрид сернистой кислоты. Очевидно, атом сероокружённый связями с кислородом и с хлором испытывает в электронах дефицит. Это кислота Льюиса. Пара электронов кислорода передаёт ему электроны, получается такой хлорсульфид. Что это такое? Это сложный эфир, хлорангидрид сернистой кислоты. А самое главное, что точно так же вытолкнут хлор. И всё. Хлор дальше замещает вот эту конструкцию, вылетает СО2 и по механизму СН1 получается хлорид. Но о хлористом тианиле мы поговорим отдельно. Это очень удобный реагент. СН2. Ну, поговорим об этом. Давайте о нём отдельно поговорим. Его, используя какие-то дополнения, можно направить и в одно, и в другое русло. Значит, наша глобальная идея повысить кислотность сопряжённой кислоты для уходящей группы. И один из самых простых способов это сделать тазилат. Тазилат это эфир серной кислоты. Силе серной кислоты мы отказать не можем. Но не простой серной кислоты, а посмотрите, паратолуол серной кислоты это серная кислота, у которой одна у вашей группы заменена на органический радикал. Это её хлорангидрид. Что происходит? Неподелённая пара электронов атакует серу, выталкивает оттуда хлор, а перидин забирает ашлор. Основание. Органический яммиак. Да, перидин такой. Получается. Он забирает хлороводород. Сейчас мы посмотрим на это. Получается тазилат. Тазилат это сложный эфир спирта. Тазилат этанола, тазилат пропанола и так далее. И очевидно уходящая группа здесь будет очень и очень хорошая. Почему? Потому что минус на кислороде будет делокализован. То есть анион будет каким? Стабильным. То есть сопряжённая кислота сильной. Понятно. практически всегда если вы хотите OH-группу в спирте заменить на что-нибудь хорошим решением будет превратить её в тазилат а потом добавить нуклеофил. Ещё раз мы берём тазилхлорид перидин связывает выделяющийся H-хлор. Понятно. Пара электронов присоединяется тут будет хлор уходит и потом H-плюс снимает наш прекрасный перидин. Давайте посмотрим на природу нуклеофила теперь а потом к этому вернёмся потому что кроме тазильной группы у нас ещё будет мизильный фрагмент. Сначала смотрите природа нашего прекрасного нуклеофила опять же связь между кислотой и основанием. Вода какой нуклеофил так себе вот возьмём за единичку гидроксид йон на 4 порядка более активный нуклеофил почему потому что сопряжённая ему кислота будет слабее соответственно вот этот баланс нуклеофильности нуклеофугности нужно рассматривать с точки зрения кислотно-основных свойств для силы нуклеофила кислота нужна слабая для лучшей уходящей способности кислота нужна сильная и вот посмотрите на наш прекрасный ряд опять же кто отсюда выделяется отсюда выделяется едит но здесь уже проблема сальватации то что йод мы не можем удержать его трудно сальватировать а так всё прям очень выстраивается логично йод и хлор они одного поля ягоды а так нитрил hs всё достаточно гладко понятно нитрил относительная реакционная способность это не значит что можно заменить и общее правило что более основные нуклеофилы реагируют быстрее посмотрите относительно чего давайте карбоксилат анион уксусная кислота пк а4 и7 да пусть это будет такая грубо говоря за единичку на 10 порядков мы кислотные свойства что сделали на 11 даже понизили скорость выросла ну грубо говоря на два порядка грубо здесь метилат как можно объяснить вот это ну разница между ними никчёмная это несерьёзная разница но реакция протекает быстрее почему потому что метильная группа что делает передает электроны кислороду значит нуклеофильность здесь будет повыше ну и вода у нас совсем в зачаточном состоянии ещё какую-нибудь картинку ой какая она нечёткая OH метоксид едит цианид гидросульфид тоже мы видим увеличение нуклеофильных свойств как у нас в группе изменяются нуклеофильные свойства сверху вниз они увеличиваются а по периоду ну вот азот кислород они уменьшаются куда нуклеофильные слева направо уменьшаются да да ну аммиак более сильный нуклеофил чем вода потому что электроотрицательность почему ну селен ещё будет здесь селен прекрасный я вот вот этими руками делал нет всё прекрасно с селеном сера более нуклеофильный чем кислород селен более нуклеофильный чем сера ну нам же понять общую идею да так мы дойдём до того а почему полония нет в той же самой группе теперь влияние растворителя влияние растворителя это то что может повернуть вашу реакцию из СН1 в СН2 при наличии такой возможности что было для СН1 полярный протонный для СН2 очевидно тоже нужен полярный но нужен ли протонный что сделает протон с СН2 он свяжет нуклеофил тем самым понизит его концентрацию в кинетическом уравнении тем самым понизит скорость реакции соответственно для СН2 протона надо избегать полярные а протонные растворители вот наши классические полярные протонные спирт вода в них скорость небольшая диметилсульфоксид диметилформамид ацетонитрил ГМФТА это самые классические растворители для СН2 ацетон здесь единственно отсутствует а так это классический набор ДМСО диметилформамид или ДМФА в кириллическом написании ацетонитрил а это ГМФТА гексаметил фосфор триамид фосфор от которого три азота и от каждого азота еще по два метила вот что это такое ну понятно почему нельзя использовать протонные растворители они сальватируют связываются с нуклеофилом понижая скорость хорошо посмотрим на пример смотрите натрий броум наш прекрасный протонный полярный растворитель мы сальватируем парой электронов очевидно катион кислым протоном бром нехорошо а если мы берем ДМФА а вот он диметил формамид у него нет чего у него нет кислого протона поэтому он сальватирует только катион давая нам так называемый голый анион не сальватированный следовательно более реакционно способный более нуклеофильный понятно соответственно ДМФА ДМСО это когда две метильные группы эсеры ну ацетон понятно что такое это наши классические растворители для СН2 сальватирует только катион давая нам нуклеофил ну и можно потом вот эти горки посмотреть на что от чего зависит пространственно затрудненный незатрудненный плохая хорошая полярная протонный протонный хороший плохой ну такие весьма весьма логичные наблюдения теперь что у нас еще было в СН1 у нас был плоский интермедиат который с точки зрения стереохимии приводил нас в никуда в рацимат что будет в СН2 будет обращение обращение конфигурации что мы видели с меченым йодом в самом начале открыл это обращение Пауль ну либо Павел Иванович поскольку родился он в Риге а в те времена это не эти времена Рига была часть ну и в эти времена тоже Рига была частью но это была часть Российской империи соответственно родился он в Риге трудился много он в Санкт-Петербурге после революции к сожалению он не принял революции в 19-м году уехал в Германию и там прожил остаток жизни посмотрите на памятник который стоит в Риге возле Рижского университета посвященный Вальдену что в нем изображено изображено зеркало и два пространственных изомера молочной кислоты два гидроксибутандиовой кислоты потому что на этих примерах Вальден и как раз показал обращение конфигурации оптически активного соединения в СН2 реакциях как вот наша плюс яблочная кислота хлор мы замещаем гидроксильную группу на хлор минус получаем плюс соответствующий хлорид мы можем наблюдая на вот эти знаки сказать что это был какой процесс СН2 ну и соответственно в обратную сторону плюс кислота в минус хлорид опять же тоже СН2 вот на этом как раз он и показал то что мы сейчас с вами называем вальденовским обращением если мы видим изменения стереохимической конфигурации но опять же еще раз вам скажу РС не может вам это однозначно показать у нас может быть СН2 реакция где из Р получается Р все при условии что старшинство заместителя остается неизменным нуклеофил и нуклеофуг были одинаковы по старшинству с вами хорошо значит давайте мы с вами еще раз все это попробуем стереохимию суммировать СН1 рацемизация почему стабильный карбокатион атака нуклеофила которого равна вероятно с двух сторон вот видите вторичный субстрат мы можем направить как в СН1 так и в СН2 у нас был изначально плюс то есть право вращающий но по номенклатуре Кана и Энгельдепрелага это против часовой стрелки расположения заместителей поэтому никогда не смешивайте эти понятия что мы сделали помня о том что ОН группа это какая уходящая группа плохая мы приготовили из нее тезилат эфир серной кислоты помните там 10 в шестой безумная скорость теперь мы его пронуклеофильно заместили ацетат ионом то есть мы получили с вами сложный эфир и С-центр уже обратился в Р это и есть вальденовское обращение ДМФА растворитель говорящий нам о СН2 процессе сейчас мы вернемся к тому зачем вот это нужно и потом после гидролиза сложного эфира связь СО мы здесь уже не затрагиваем и у нас получается минус бутанол понятно здесь связь СО не затрагивается мы просто гидролизуем сложный эфир и вот он пример как раз обращения опять же обратите внимание когда мы делаем тазилат связь СО также не затрагивается поэтому тазилат будет той же самой стиле химии что и был изначальный спирт вот так и вот это вальденовское обращение это не растворитель это кислота Льюиса которая заберет на себя OH и даст ненуклеофильный анион стибиум втор 6 минус чтобы мы могли фактически зафиксировать этот катион а потом предложить ему уже нуклеофил ну и вернемся к вашей будущей ошибке нуклеофильному замещению преисподва гибридным атомом углерода нуклеофил сразу подходит с другой стороны поэтому у нас получается не настоящий ацемат обогащенный обращенным изомером в реальной жизни ваша будущая ошибка это попытка провести СН1 или СН2 реакцию на СП2 гибридном атоме углерода СН1 мы уже с вами пытались объяснить когда сравнивали скорость электрофильного присоединения к алкинам и алкенам что винильный катион штука чрезвычайно нестабильная образование ее требует высоких энергетических затрат СН2 СН2 запомните нуклеофил подходит откуда с тыла невозможно здесь подойти с тыла пиэлектроны будут этот нуклеофил отторгать точно так же невозможно подойти с тыла и в бензольном кольце из-за геометрии даже несмотря на пиэлектронную штуку понятно никакого здесь замещения мы пока с вами не знаем на таких системах узнаем в следующем семестре и то при определенной комбинации заместителей или условий реакции тоже это не просто так вспомните в школе как получают фенол из такой штуки 300 градусов 300 атмосфер 30% щелочь дичайшие условия то есть можно заместить но условия жуткие и это не СН1 и не СН2 безусловно хорошо теперь давайте посмотрим на схожие бензильные субстраты и поймем СН1 это или СН2 СН1 это стабилизация чего карбо катиона какие заместители стабилизируют карбо катион донорные поэтому когда у нас донорный заместитель у нас получается стабилизированный карбо катион для которого мы можем нарисовать подобную хиноидную резонансную структуру нуклеофил с которым реагирует быстро если мы нарисуем акцепторный заместитель то плюс получится в соседнем с бензильным положении и очевидно два плюса рядом мы не получим поэтому такой бензильный галогенит будет вступать в какую реакцию а такой СН2 понятно да вроде бы вообще предельно близкие но заместитель оказывает влияние давайте посмотрим несколько примеров нуклеофильного замещения в природе это перенос вот этих органодифосфатов плохая уходящая группа превращается в хорошую фосфат ион очевидно это хорошая уходящая группа мы генерируем с вами карбокатион который затем реагирует с кратной связью и делает такой гераниол дифосфат какой механизм СН1 только в качестве нуклеофила выступает не OH минус не хлор минус не бром минус а двойная связь еще можно привести пример из природы это трансформация норадреналина в адреналин приставка нор как правило в органической химии обозначает что отсутствие метильной группы вот у нас был норадреналин у него есть метильный фрагмент мы хотим его удалить что мы берем мы берем амин неважно какой мы берем природную такую штуку амин что делает при каком атоме углерода происходит нуклеофильное замещение при голубом при вот этом СН1 а вот этот фрагмент весь сульфид это хорошая нейтральная уходящая группа азот атакует метил а вот ушла уходящая группа метил а здесь акцепторный заместитель вот это субстрат вот субстрат вот метильная группа вот уходящая группа а вот нуклеофил ну да да и метилируется амин а наш норадреналин превращается в адреналин понятно хорошо так ну давайте для закрепления пробежимся по вопросам по таким есть ряд давайте расположим первый ряд по СН1 и по СН2 по возрастанию скорости в СН1 какой самый будет медленный самый медленный первичный самый быстрый третичный да это понятно в середине для СН2 наоборот второй ряд какой будет самый быстрый чуть тут чуть сложнее но подумайте для СН1 какой будет самый быстрый первый потому что он вторичный эти два товарища первичные понятно здесь возможно может быть перегруппировка но о карбокатионе здесь речи не идет о стабильном какой из них будет более стабильным трудно сказать с точки зрения СН2 какой будет самый средний будет самый быстрый потому что здесь у него 2CH3 водород а здесь 3CH3 а самый медленный очевидно неопентильный да помните когда мы ряд строили неопентильный еще более медленный чем вторичный ну и последний здесь у нас разница в уходящих группах метокси тазилат бром самое лучшее тазилат самое худшее метокси бром посередине ну применять сюда СН1 вообще не надо вообще забыли понятно это нуклеофильное замещение в четверг мы с вами говорим про элиминирование и потом спирты простые эфиры эпоксиды мы снижемся в м